Десна ТВ 20 октября прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По сообщению директора медсанчасти, обстановка с коронавирусом все еще нестабильна. В инфекционном госпитале развернуто 70 коек для больных ковидом. На 20 октября госпитализировано 60 человек. Их состояние средней тяжести. На изоляции 330 человек. Всего же нарастающим итогом в Десногорске значится 546 случаев заражения, выздоровевших 353 человека, то есть более 60%. С 21 октября на карантин по ковиду закрылась школа номер 4 Десногорска. Мера действует до особого распоряжения. По итогу заседания комиссия постановила создать рабочую группу, которая будет контролировать завоз инфекции и своевременно выявлять больных в Десногорске. Кроме того, в медсанчасти номер 135 предписано проработать меры по размещению большего числа больных, если этого потребует ситуация. Данные с адресами, где зафиксированы больные ковидом, должны и дальше обновляться ежедневно для контроля соблюдения самоизоляции этими гражданами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий смоленские полицейские пресекли деятельность наркопритона, который находился в одной из квартир города Рославля. Задержание подозреваемых на месте событий прошло при поддержке отряда специального назначения «Гром». Местный житель 1985 года рождения регулярно предоставлял свое жилье наркозависимым для приготовления и употребления запрещенных препаратов. В момент задержания вместе с хозяином жилплощади находилась и гражданка. По внешним признакам, оба были в состоянии наркотического опьянения. Далее медицинское освидетельствование подтвердило это. Полицейскими были изъяты компоненты наркотиков и предметы для их использования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, организации либо содержание притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция по данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В конце выпуска о погоде. 23 октября в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 14, ночью до 9 тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok